Итак, друзья, всех привет на своем канале. Смотрите в данном выпуске Френдания Колумбия. Серебристый, который нас сильно замучил, на котором мы сделали очень много всего. Ролик короткий не получился, потому что работы очень много. Я так старался сокращать. Поэтому ролик получился длинный. Всем приятного посмотра. Такие машины попадаются. Тоже вот такие вот, которые мы вообще не следили до продажи. Так мы на этих машинах ездили. Все, друзья, всем приятного просмотра. Серебристый Фреддик. В Алтайский край. Поехали. Делаю обзор Колумбии. Тут просто очень плотно все стоит. Смотрите. Я тут сильно не смогу там пройти. Вот она резина его. Резина мы все сделаем вот такого протектора. А сзади будет вся вот такая. Там все показывает, даже не знаю. Рама вроде такая, не ржавая, а, кстати, хорошая. Да и кабин, например, сможет уже вот это убрать на колею, подполировать. И будет нормально. Моторные запчасти, я не знаю, здесь. Не знаю, даже что тут снимать. Туда и после это две разные машины. Обшивку левую поменяем. Правую тоже можно ручку в порядок привести. лобовую можем поставить целью, либо с двух половинок. Можем поставить новый скелет сюда, где ручники я всегда всем ставлю. Вот это вот уберем отсюда, вот на саморезах. Вот полоска будет новая, тоже ставлю всегда всем. Автономка четырех киловаттка стоит. Так-то ладно, что я мало сниму. Так, сейчас много снимать не буду. В одном видео вот оно очень большое подключается. Потом я его не смогу отправить. Почему такая вот, Колумбия? Четвертый год. Обвес и все это, в принципе, сделается. Смотрите, сейчас вот такой вот он есть. Покажу, что у меня не сделано. Вот он, столом. Какие вот занавески висят. Вот так вот. Вот помыль его. Лобовой, конечно, на замену. Все у меня надо. Так, друзья, всем привет. Хотел сделать обзор ремонта автомобиля такого Колумбия. Она, получается, четвертого года. Вот что обнаружили при разборе. Также видео для самого хозяина непосредственно, да? Ключи, смотри, короче. Разобрали всю машину. Чулок вытащили. Не понравился нам чулок. Покажу сейчас, в чем причина. Вот еще редуктора вытащили. Вот так вот. Так, парами вопросов нет. Рома нормально, все. Средний чулок нормальный. Сейчас мы еще средний редуктор будем отсюда вытаскивать. Тоже. Сейчас мы тут нашли стружку в чулке. Задний редуктор тоже будем пересыпать. Все будем делать. Сейчас я покажу именно сам чулок. Почему мы его забраковали? Вот он, чулок его. Сейчас будем менять полностью чулок. Смотрите. Первое, обращаю внимание, видите, трещины. Это раз. Второй момент. Самое главное. Видите, предыдущий хозяин когда-то у меня пригорало у него. Подшипник пригорал, прикипал к чулку. Видите, он что здесь? Он приварил его. Видите, внутри шов. Сейчас это все будем менять. Не по-суметски. Будет вот. Все будем менять. Видите, здесь станет, то есть он подшипник не садит ровно. Будет здесь болтаться. Из-за этого сейчас мы меняем этот чулок. Также я вам покажу процесс переборки редуктора. Проверим, как все сделаем. Ресурсы двухлистовые усиленные. Смотрю, что сделали на этой машине. Поменяли чулок. Вот они, ступицы. Уже новые сальники туда поставили. Вот еще. Все четыре. Поменяли один подшипник на одной ступице. Покажи его, где он. Покажем, из-за чего. Вот. Видишь, подшипник цементации. Это мы поменяли этот подшипник. Видишь, на этом тоже. Поменяли одну ступицу. Одну ступицу у нас обойма крутилась. Покажи ее. Просто обойма вылезла. Руками вылезла обойма. Смотри, идем дальше. Поменяли две рессоры. Обе рессоры нижние меняли. А где его ставили? Вот так. Это в общем. Уже сборка идет полным ходом. Чего подвязали, все стоит. Новые стремянки поставили. Вот они. Новые абсолютно. Стремянки. Одну подушку поменяли, она лопнутая. Подушку поменяли. Под рессором. Покажи. Вот это была лопнутая рессора. Так, что у нас еще здесь такого походовка? Где вы старые рессоры? Ну, в общем, старые рессоры по саленблокам были тут у них проблемы. Именно посадочные места саленблоков были убитые. Мы поменяли две полурессоры вот эти. Ну, ладно, бог с ними с ними рессорами. Вот так, вот твоя машина, ее работа. У нас, на этой неделе у нас, мы закончим его полностью. Вот они, втулки, видишь, валы. Тут все новые. Валы, втулки стоят, это все, то есть. Вот они, ремкомплекты. Мы их ставим. Это на средний вуз получается у нас остались. Стальники ставлю смотри, Мексику. Стальники, вот они, мексикантские. Я, понимаешь, ну, все, такой обзорчик небольшой тебе. Потом по мотору еще снимаю, я тебе покажу, что на моторе сделано. Так, смотрите, друзья, вот показываю специальный номер мотора, чтобы клиент мог сто процентов знать, что я про этот блок имею в виду. Смотрите, двигатель, блок, который мы поменяли на серебристую коламбию. Покажу причины, почему я его забраковал, почему его невозможно восстановить, чтобы он работал нормально. То есть, да? хотя, не знаю, многие, конечно, я оставляю так, но мы так не работаем. Смотрите, первая, видите, смотрите, причина. Сняли гильзы, видите, что там творится? Лопина, смотрите, вот она. Здесь, показываю, тоже самое тут. Такие бешеные просто раковины. Ну, это еще полбеды. Тут сама, смотрите, что там внутри творится. там просто, ну, во-первых, он тут яйцом, где я здесь еще видел, вот смотрите, там. Ну, вот просто жесть. И тут, скажем, этот блок восстанавливать не вижу смысла на самом деле. Поэтому мы решили его поменять. Здесь двигателя практически не было. Собрали блок и все с нуля. Так что, вот так вот. Это так вот для информации. Как показываю, колевала полированный. готов к установке. Чистенький. Продутый. Андрюха, продувал же? Да, продувал. Все. Вот, вкладыши полированы тоже. Вот, чистенький устанавливаем. Такой блок серебристого цвета. Редкость. Первый раз серебристый ДТ-3 собираем. Итак, друзья, показываем. Собирается двигатель. Просто проверяется, скажем так. Не собирается еще на стадии проверки. Двигатель на серебристую Коламбию. Показываю. Шатун 605. Кстати, у него поршневая, это не его, не родная. Его родная с этими, которая, поршня чугунные, литые, вы поняли, да? Здесь, видите, поршня с двух половинок. То есть, это лучше поршня, чем те, которые его родные. Мы 14 ДТ-3 переделываем на такие поршня. Ну, не всегда, конечно, бывает, переделываем. Ходят все нормально. Вопросов нет. Меня тоже люди спрашивали, можно ставить такие поршня? Конечно, можно ставки и будет работать. на примере одного пальца, держи, Андрей, держите. Я все, конечно, проверил уже для себя. Ну, для клиента, вы знаете, клиенты тоже любят все знать. Показываем. так, ноль. Показываем, что ноль. Ноль. Переверну я его. Номера на пальцах все одинаковые, кстати. Так. я не вижу это, даже не кроме, наверное, но все. Итак, для клиента кольца оригинал, EOS. Они раскрывали пачку. Итак, парни, смотрите, гильза, ставим на серебристый мотор, показываем зазор для клиента непосредственно, смотрите, вот он зазор, показывающий в 0,80. Видим, четко сюда заходит, плотненько. Все отлично. Это раз. Так, показываем. Второе, смотрите, поршня здесь стояли вот такие, видите, литые. Мотор пятого детройта, в общем, мы ставим сюда поршня вот такие, четвертого поколения. Мудри поршня, они эффективнее, видео у них юбка отдельно гуляет, плавающая юбка называется у него. И он практически, наверное, много, чем вот этот. Вот этого пацана дерет. Видите, вот эти места. Ну, все такое. Для сравнения специально поршня принес его родной, чтобы вы поняли. Так что, вот так вот. На этом двигателе, кстати, мы меняем блок. Блок не его, не родной. Но модель одинаковая, будем заканивать, что будем делать. Потому что, переделываем двигатель полностью на четвертое поколение. Получается, поршня будет четвертое поколение. Вот такие. Головка будет с 12,7 стоять с обычного, безегарная. Чисто заняться блок 5-го Детройда. блок ВАУ. Сойдем дальше. Так, вот так это все собралось на серебристый Детройд. Давай, Андрюх, покажем. Андрюх, отполировал уже вкладыши. Так, давай коробку покажем, что оригинальный ставим. Вот. Оригинальный вкладыши. Тут печатано, как-то не поверить. Там, поверите. Вот. US. Смотри, как они здесь. Открою, одну покажу. Внутри, как они там прикольно его поронят. Ну, все, идем дальше. Так, друзья, вот он блок, собирается на серебристый халангрию, серебристый блок. Он еще будет краситься. Состояние блока показывают для клиента. Вопросов у нас по блоку нет. Я уже его купил, этот блок. Его блок был плохой. Купил блок за 70 тысяч рублей, кстати. И ценник даже озвучил, по чем я его взял. Но мне нужна была вот эта модель, парни. Вот эта модель. Поэтому я взял специально его родной модель, чтобы была модель одинаковая с тем блоком, которая была. Чтобы его вписать без проблем, то есть по тесту. Все идет сборка, уже готова гильза установки. Первая, поехали. Так, показываю, шайбочки. Блок нарезался. Вот они все. Все шайбочки стоят. Вот они. Так, друзья, смотрите, запрессовали все гильзы. Все гильзы. А я хочу показать на примере одной гильзы. Вот выставили ноль. Смотрите, покажу вам. 8 соточек. В принципе, нормально. Все, друзья, она все устраивает. Смотрите, оригинальная прокладка. С револючком вперед. Вот они поставили мы ее. Откроем инсенеру, как положено. Вон он. Ну все, друзья. Идем дальше. Собираем. Слот головка. Сейчас будем устанавливать. На головке, смотрите, стаканы новые стоят. Абсолютно все. Сейчас мы все подрем, выдвинуем, прочистим, пока она висит. Снизу тоже головка. Смотрите, она фрезерована полностью. Ее фрезеровали. Фрезеровать еще чуть-чуть бортик есть. Еще можно чуть-чуть. Ну все, друзья, идем дальше. Головка опрессована. Все сделано. Так, смотрите, парень, вот такой вот этот ротик получился. Серебристый. На серебристую коламбию. На фридлайне. Такой вот проставится мотор, получается. Андрюха говорит, будет самый красивый мотор на свете. Ну что, парень, смотрите. Вот такой вот фридик у нас получается. Малярки, малярки было очень много. Малярки было очень много. Сейчас по простой стороне. Мотор тоже уже собран на эту машину. Друзья, вот это будет скоро автомобиль. Причем очень скоро. у меня мотор здесь собранный. Все готово. В общем, чисто собирает и собирает. Ждем малярки. Помните, здесь надписи были, наклейки всякие. Все убрали абсолютно. Все загрунтовано. Вот так вот. Что скоро будет? Красавец Фред. Зверь. Что я могу сказать? Идем дальше. Главное, обычная болячка. Все оторвано, загнило. Будем все это делать. Так что, скоро Фред, еще раз повторюсь, будет ездить. Перетормозов нету. Все будем устанавливать. С той стороны тоже, все будем устанавливать. Все будем собирать. Будет прекрасный автомобиль. Смотрите, зайдем дальше. Смотрите, покрасили кабину. Скоро будет ролик на этой неделе. Посмотрите. Зайдет сборка серебристых редуктора. Смотрите, сейчас перебираем редуктора, будем проверять их. Получается, мы сюда ставим передатное число 39-10. То есть, 39 редуктора, более такие, ближе к тягам, им уже человек ездит по горам. Им, в общем, нужно такое, знаете, чтобы чуть-чуть более тяговая была передатка, потом подбираем вот такие редуктора. Сейчас будем их проверять. Друзья, это тот момент, когда залезли вовремя, очень вовремя. Объясню, почему. Видите, шайба развалилась. Видите, даже осколки вон на ней лежат. Посадка четкая. Все сателлиты, кресты четкие. Только и вторая шайба такая же, аналогично. Смотрите, что с ней. Называется, вовремя залезли. Так что, повезло. Что я могу сказать? Сейчас вы это видите? Куски его. Сейчас поменим только шайбочки. Все обратно соберем и в путь. Тут тоже посадка четкая. Вовремя полезли, друзья. Что я могу сказать? Очень вовремя. Все, видим дальше. Итак, смотрю за парнем, перебираем пока что задний редуктор. Передатка у нас какая здесь была, не помню. В общем, я показывал уже. Смотрите, вот шайба, видите? Вот такая новая прошла шайба. Это его старая, для сравнения. В комплекте пришли боковые шайбы. Но я их менять не буду на кресте. Они там нормально. Только вот эти поменяем и все. все, друзья, сделаем дальше. Так, смотрите, выставляем зазор. Задний редуктор на серебристую. Точнее, уже я выставил, хотел показать для зрителя, сколько здесь мы сделали. Так. 30 у него. Так. Три десятки. В общем, я сделаю ему, друзья. Вот. Люфт у него. Все четко, видите? Все, друзья, зайдем дальше. Итак, друзья, средний редуктор от редуктора пара 3,9. Вот она тут серебристенький. Хотела показать. Разобрали средний редуктор. Видите, шапочка. Она целая. Ну, вот-вот хочет сломаться. Скажем так, на грани. Так, покажу. Тут вот, блокировки. Вообще, вопросов нет, по блокировке все целенькое. Я все проверил. Так, вот она вторая шаева тоже. Вторая лучше, чем та. Но мы, вы знаете, да, то есть взглядом на будущее. Новые поставим человеку, чтобы не сломалось. Идем дальше. Сборка редуктора продолжается. Блокировки, еще раз скажу, вопросов нету. все сателлиты, все целенькое. Вымывать, вычищать все и собирать. Средний редуктор собираем на серебристого. Показываю, выставили мы зазор. Получается 32 сотки. Да, 32 соточки. 33 Все отлично нас устраивает. Идем дальше. Так, друзья, серебристый, смотрите, фредлайнер. Показываем, что ходишь клое, на шатай. Видите, у него есть хождение. Это, вот, смотрите, также это правая сторона. Подожди, подожди, Гром. Смотрите, видите, что-то тут место подпосадочное подшипника, видно, прихватывало, наваривали, точили. Сейчас пойдем на ту сторону покажу. Не было ни колодок, ничего здесь не было, ни трещоток. Идем на левую сторону. Левая сторона. Тут сапфа вроде нормально, тоже колодок ничего не было. Смотрите, на шатай. Видите, шатается в шкоре, все гуляет, она у нас на шатай. Сейчас я покажу, да, шатай. гуляет, видите, шкоре. Тоже тут не было ни вала, ничего здесь не было. Принимаем такое решение о замене балки. Сейчас кинем другую бушную хорошую балку с хорошими шкварнями, с валами, полностью, с трещоткой. В сборе есть такие балки, слава богу. так что нам легче поменять целиком балку, менять цапфу, находить колодки, валы, плюс менять шкварня, то есть легче поменять балку. Все, идем дальше, сейчас бы менять балку. Серебристый Фреддик показывал, поменяли балку, поставили другую балку бушную. Видите, здесь уже у нас все нормально, нету этого, что было выработка на цапфу. Также это балка с валами, вал не появится. единственное, мы решили поменять втулки вот на левой стороне. Новые втулки сюда запрессовали. Сейчас будем ставить шкварень, старый, оставим шкварень, все будем собирать. Вот так вот. Замена чулка была заднего, замена блока на моторе, то есть тут столько всего, и балк уже меняем, уже все меняем, я не знаю, все подряд. Замучил что-то этот автомобиль, но будем побеждать, а что делать? раз заказали. Вот так вот. Тут, кстати, колодки у него были наклепаны этой балки. Ну, покажу я сейчас при сборке все покажу. Так, смотрите, перед установкой мотора подушки новые, ставят вон они. Вторая тоже, наперед тоже ставим новую подушку. собираем машину практически с нуля, что я могу сказать. с нулля, по-настоящему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, смотрите, друзья... И для клиента тоже ролик... Показываю... Передок собрали... Здесь стулки новые показывал... Поставили... Колодки поставили... Так... Подшипники убиты... Честно говоря... Все... Прямо реально там... Выкинули другие ступицы... С другими подшипниками поставили... Покажу его сейчас для клиента... Вот это его старый сальник... Показываю... Весь ржавый... Тут... Не знаю... Они тут... Лидол... Солидол мы его набили... Ну, короче... Вот такие у него здесь подшипники... Те вообще-то... Развалился у нас один... На той стороне... Поставили... В общем... Другие ступицы... С другими подшипниками... Хорошие... Все... Так... Че еще могу сказать... Трещотка новая... Соответственно... Все... Передок восстанавливаем... Полностью... Весь... На этой машине... По мотору... Здесь тоже... Турбина новая... Поставили... Мотор собрали... Ну... Сборка есть... Покажу... Что все собрано... Так... На этой стороне... Трещотка новая... Решили... Мы знаете... Взглядом на будущее... И на правой стороне... Тоже поменять втулки... На шпарнях... Показываю... Вот его старые... Выбили... Ну... Знаете... Тоже... Раз уж меняем... Уже решили... И здесь тоже... Втулки эти... На правосы мы тоже поменяли... Накладка... Вторая накладка... Там... В общем... Тоже есть она... Все это соберется... Так же... С наступится здесь... То же самое... Сальники новые... Непосредственно... Показываю... Какие сальники поставили... Вот они... Это его сальники... Вот они стоят... Так что... Вот так вот... Такие вот дела... Что я могу сказать... Все... Пока вот такая сборка... Машина полностью... Покрашена... Просто мы сейчас обклеили ее... Вся малярилась... Полностью мы... Вот так вот... Так же сейчас покажу... Поустановили здесь... Так... У нас что здесь по этой машине... Так... Колодки показываю... Тут сальники все новые... Непосредственно поняли... То есть... Редуктораж перебирали... Тоже все поставили... Крестовину поставили... Новую... Тоже была убита... Так... Защиты поставили... Аморзаторы новые... Тут все... Энергичи новые... Трещотки новые... Редуктор перебрали... Все поставили... Сальник новый... Тут... Да... Получается... Сальник... А... Сальник новый там... Здесь мы не меняли сальник... На среднем новый сальник стоит... Ну так все... В принципе... Перебрали здесь... На самом деле... Все сделали... Что я могу сказать... Так... Колодки здесь тоже все новые... Это для клиента... Чтобы он знал... Так что вот так вот... Аморзаторы новые... Ну что могу сказать... Вот такой вот... Автомобиль... Первый этап... Практически закончим... Мотор стоит... Все стоит... Машина покрашена... Вот она... Видите как она... Получилось... Мы так сделаем... Вот так вот... Собирается... Смотри... Собирается на серебристого... Мотор... Помпа капиталенная... Пришла... Собрали... Все поставили... Полностью перебрана... Также пневмомушка... Перебрана... Тоже... Полностью... Перебрали ее... Все сделали... Сейчас будем тоже ставить его... Друзья... Ставим... Ставим... Митановский... Тормозок... Оригинальный... Разбор... Видите... USA... На серебристого фридлайнера... Все... Идем дальше... Так... Поехали... Запуск серебристого... Чеки горят... Чеки горят... Потухли... Все... Поехали... Выжимаем... Сцепление... Поехали... Сцепление... Поехали... 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 Давление чуть лучше Чуть меньше Давление есть Стартера отбросился Как стартер груз Что у нас по работе Первый старт Неплохо даже работает Ошиба к ней Давление Давление Три очка у него получается 310 Три очка Это по нашему Где-то 50 По ПСИ точнее Так и есть 50 Саня четко работает Я на фото занимался Мне нравится А на газульку Только завели Смотри 500 500 Ты прошил, да? Да, прошили 500 лошадей Так Так Чисто работает Вообще Первый запуск Друзья Все нормально Работа теперь Так Друзья Собирается Серебристенький У нас пока Так Накинули Уже Потихонечку Сборка идет Вот такой У него вид Классный Потихонечку Идет сборка Друзья Идем дальше Серебристый Будет Зверь Вообще Так Смотрите Серебристенький Фред Собирается Вот такая машина Которую надо Менять Все Парни Честно Смотрите Как вы сделали Охлаждающую Жидкость Датчик Видите Как делается В зале Просто Перемкнули Его И все Датчик Уже Мы поставили Сюда Сейчас фишку Будем Ставить Все под щелочек Собирать Просто Сломался Датчик В зале Скрутили Между собой Даже не заизолировали Бросили И поехали Дальше Сзади Смотрите Также Все краны Все шипит Абсолютно Вот этот кран Сейчас покажу А тоже Саня Какой Шипит Задний Уже маленький Не глядя Мы ставим Новый Автоманов Сюда Покажи Я понял Что машина Будет работать Тогда Когда Все поменяем Только Я такую машину Честно говоря Не встречал Еще В моей практике Не было Не было Новый Чтобы не ставить Вот этот кран Ну все Вот они Показали Все Также Смотрите Подушки Ножки Маленькие Подушки Маленькие Даже Ставят Большие Подушки Видите Зазор Какой Подушка Не достает Все Надо Менять Абсолютно Этой Машине Чтоб Она Ездила Так Что Я уже Не глядя Просто Берем Меняем Без Проверки Так Что Замучило И Как видели Балки Меняли Чулки Меняли Все Меняли Честно Я не знаю Что тут Еще Осталось Даже Клапан Поставили Бушную Другую Не работало Дворники Брати Внимание Даже Некуда Вставлять Эти Дворник Некуда Одевать Стороны Какой Это Смотрите Что Там Разрезали Что Вставили Непонятно Что Ну Просто Все Делается Я не знаю Абсолютно Так что Друзья Идем Дальше Что Могу Сказать Все Что Есть Все Наше Да Как Говорится Зеркала Чтобы Крышки Сладе Новые Зеркала Поставили Другие Новые Будем Крышки Красить Цвет И В Путь Смотрите Покрасили Кардан Это Серебристого Фрада Там Полируется Смотрите Сейчас Смотрите Поменяли Шлицевую На нем Обратите Внимание Видите Что С его Старой Шлицевой Тоже Видно Когда Новую Ставили Но Она Видит Без Пластмасс Это С Пластмасс Видите Она Идет Также Смотрите Почему Это Происходит Здесь Не Было Пыльника Друзья Мои Вот Это Самое Плохое Здесь Нет Пыльника Которого Закрывало Вот Видите Вот Ответная Часть Вот Эту Закрывало Часть Видите Специальное Место Под резиночку Так что Поэтому Грязь Попадала На Шлицевую И Все Убило Гроб Песком Это Все Сейчас Похожу Как Полируется Сначала Зачистили Видите Это Все От Назад С Наводим Красоту Все Четко Вообще Гладенько Это Классно На Серебристом Особо Не Видно Да На Темных Цветах Хорошо Видно Так Друзья Смотрите Показываю В салон До Ремонта Чтобы Вы Видели Как Это Все Что Будем Делать Серебристый Фред Показываю Вот Он Красавец Покрасился Полностью Показываю Салон Смотрите Каком Состоянии Скелета Нет Все Разбито Абсолютно Также Покажу Правую Обшивку Ручка Здесь Веселая Такая Как она Открывалась Не знаю Видите Все сделано Красиво Сейчас Мы Это Все Будем Приводить В порядок Показываем До Ремонта Салон Чтобы Вы знали Как Было И Замучил Все Делается Вся Машина Считает Что С Рамы Собралась Начинаем Не знаю Защит Всяких Под Капотом Ничего Не Бало Ничего Могу Сказать Ничего Сейчас Здесь Защиты Стоят Вот Мы Поставили Все Сделано В резину Поставил Я ему Кстати Вот Такой Вот Фред Получается Все Меняется Абсолютно Так Что Вот Так Вот Так Себритники Собирается Идем Дальше Климому Электрику Смотрите Сейчас Вот Так Подзем Камеру Вот Сейчас Электрика У нас Пока Все Сделал Я Показываю Сзади Кеги Фонари Ему Красивые Поставил Видите Это Уж Задний Ход Подключил Все Работает Освещение Номера Так Что Вот Так Собирается Серебрясенький Хотел Показать Обычную Нашу работу Почти на каждой машине Одно и то же На каждых Фредах Обшивка Мертвая Вообще Все Смотрите На проволочке Вот так Эта дверь Открывалась Смотрите Видите Тросик И вот так Она тянешь И он Открывается Вот так Наружная Ручка Хитрый момент Смотрите Ну дураки Ручки Новые Ставим Видите А тут Можешь всего лишь Вот так вот Сделать Любой Выйдет Смотрите Вот Защеркнул Слушайте Класс Вот он Видите Как открывается Зачем Ручки покупаю Да Как дурак Так же Обшивка Вся Тут Непонятно На чем Сидит В общем И правая Такая же История Обшивка Такой Серебристый Красавец Получился Идем дальше Друзья Показываем Серебристый Фред Смотрите Сорстекла Сделали Покажи Сорстекла Это все Ой Сломал Зачем Новое Ё-моё Форточки Все Разломали Вот Ставим Бушную Такую Форточку Сюда Так что Почти Новая Да Вот так Покажем Вот Но Лучше Чем Это В любом Случа Однозначно Живая Ё-моё Баштарь На этом Машине Меняется Я думаю Все Абсолютно Что Друзья Первые шаги Балтай Балтайский край Фред Смотрите Сейчас Поедем дальше Делать Ближуху Мыть Проверять Тестировать Менять Лобовое И все В этом Вроде Франер Колумбия 2004 Года Это тот Франклер Который Наш Мучил Долгое Время Что я могу Сказать Где Была Замена И блок Мы тут Забраковали Блок Двигателя Непосредственно Там Замена головки С 5го Детроида Мы делали Четвертую Замена головки Замена Передней балки Замена Чулка Редуктора Подбирали Они там По горам Ездят В Алтайский край Уезжает эта машина Шили 500 лошадиных сил Этот двигатель В общем Работы сделано Очень много Также Полный покрас Кабины Полировка кабины Капоты Бампер Новый Адвесы Новые Спереди Резина поставил Новую Зеркала Новый Зеркало Дельном Платец Так машину Сделали В таком Вот виде Цвет Редкий Форднавер Такой будет Я думаю Не часто Встречаться Так красиво Получилось Уже машина Освежилась Более-менее В себя Приходит После того Что было Люди Ко мне Приходят Уже Интересуются Хотят его Купить Я говорю Уже машина Продана Так что Вот так Заказано По крайней мере Еще продано Рано Говорить Дышу откажется Такое бывает Но очень редко Конечно бывает Так что За всю историю Человек пять Наверное Так что Ну вот так Смотрю Так он получился Ну на мой взгляд Вполне Приятно Красиво Может по ходовке Там Потом я Более детальный Обзор Сделаю Ну тут Что из Ходор Редуктора Все сделано В принципе Здесь Тут даже Говорить не о чем Амортизаторы Энергачи Подушки Кабины Новые Все новое Честно Все сделали Этой машине Также Сальники Все вкруг Как обычно Ну все Друзья Такой вот Серебрезники Первый обзорчик Такой вот Витэлектрик Потом вечером Покажу Как все горит Подключали Сейчас нам Может под капотом Вам под КЗ Да Давайте покажу Там еще Честно говоря Машина ССМ доделана Мелочевка Тут еще Очень много Сейчас я покажу Вам под капотом Что осталось Нам сделать Сейчас Салон Химчистить будем Так что Поставлю садись Торсионами На этот На капот Торсионов Здесь не было Сейчас капот Одной рукой Открывается Так что Смотрите Такой двигатель Вот это смотрите Провод готов У меня На принудительную То есть включение Вентилятора Мы приготовили Еще пока не подключал Мы вывели Все сделали Двигатель Вот такой вот Сделан Прошили ему 500 лошадиных сил Что я могу сказать Едет просто Как сумасшедшая Редко такую машину Встретив Кстати еще осталось Как всегда Горловины Нету облома Это постоянно В ходах Одно и то же Честно Дворники Переделали Еще не ставили Кстати Лобовую новую Приклеили Цельное поставили Так что Все делается Парни Все Эта машина Получает Все что ей надо Тормоза Передок Все Так что Даже осушитель Фильтра Никто никогда Не менял Честно Такое ощущение Ну машина Не ухожена Была Что могу сказать Замучил Этот Ворот который Насильно Замучил На самом деле Столько Замена Всего Я не знаю Ничего 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 Тут не осталось Даже блок Мотора Уже говорил Да По-моему Компрессор Меняли Помпа Капиталина Муфта Капиталина Его муфта Мы с 5 до 3 Это головка У 5 Ну чуть больная Тема Поставили 4 Поколение А также Мозги меняли Двигателя Все подключали Здесь Работы Очень много Сделано Ну все Такой маленький Обзорчик Цвет Двигателя В цвет Машины Зеркала Решили Поставить Под оригинал Тоже Кстати Новые Вот эти С обоих сторон Так что Турбина Новая Все Силиконовых Патрубков Все собрали Защит Не было Вот эта Защита Новая Этой Защиты Не было Также С той стороны Ничего Тут не было Честно Ну сделали Что могу сказать Ну фильтра Уже Конечно Там не буду Что все новое Там это Само собой Ну все Друзья Вот такой вот Фредик Серебристенький Сейчас поем На химчистку И поэтапно Пойдем Как он получится Сейчас покажу Еще общий вид В общем Вот такой красавец Что я могу сказать Вот такой вот Красавец Идем дальше Из того Что было Честно Это просто кукла Опять же Еще раз повторюсь Машина не новая Возможно Видео красивее Чем на его Есть косички Возможно Машина не новая Возможно 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 Кто хочет Новую машину Скупить Ее как новую Мимо парня Проходите Ищите Где-то Не знаю Там На другом месте Красиво Технически Исправно На гарантии Что что Можем предложить А внешний вид Смотрите Кому нравится Кому нет Так друзья Приехали Забирать Схемчистки Фредлайнер Который Уезжает У нас В Алтайский край Сейчас покажу Как получилось Пока по кругу Пройдем Да Покажу Его вид Кстати Все обвесы Новые стоят Новые ставили Такой вот Фредлайнер Который Нас мучает Сколько времени Еще мелочевка На нем Конечно же Есть Ну Будем побеждать Что я могу сказать Так Вот он Салончик Так Разуемся Жалко Салон был Вообще Честно говоря Очень убитый Максимально Восстановили Даже снимали Пластик Красили Вот этот Весь Так что Вот так вот Коверчик Отхим Чистился Классно Кстати Занавески Красивые Какие Так В общем Вот так Салон получил За счет Друзья Моя Смотрите Ничего особенного Идем дальше Лобовое Новое Ну вот Такой вот Красавец Приехали На базу Сейчас Будем Доделывать Мелочевки Всякие То что Надо Сделать Доделаем И в путь Так красавица Необычный Цвет Смотрит Оборачивается Так что Вот так Такой Вот Серебристый Доделаем Диагностику Серебристого Смотрите Показываю Так Сейчас Делаем Диагностику Покажу Как работают Форсунки Для клиента Смотрите 372 КВт Это 500 Лошадиных Сел То есть Киловат Переводите На лошади Получаете 500 Лошадиных Сел Это мы Его Прошивали Под 500 Сел Мы Делали Так Идем дальше Ошибок У нас Поймал Какую Тупую Ошибку Это Старая Неактивная Активных Ошибок Нет Так Настя Села На На Лошадиных все офигенно вообще то есть цилиндры работают очень классно так что я хотел сейчас покажу на рост турбины турбина жнова у нас тут стоит так турбина разрывает просто турбина разрывает надув бешеный надув турбина вообще огонь ну все чему говорят ошибок нет ничего нет я показал я как работают цилиндры это работает четко вообще это мы сделаем принудительную кнопку сюда вентилятора что такое мотор смотрите под свет сейчас той стороны покажу вот такой вот двигатель смотрите вот так вот автомобиль смотрите красавец каламбия вперед кстати поставил новую резину ему кстати договоренности не было я от себя поставил сейчас капот закрою покажу ну все друзья смотри вот автомобиль красивый на мой взгляд с того что было вот так вот получилось идем дальше друзья вот такой вот получился редущий пускай клиент сейчас смотрит данное видео посмотрит что его устраивает скажет нам вкратце пройдусь по-быстрому клиенту покажу что все сделали лобовое столько мелочей километров ролики все показано даже много чего не показано но все будет в основном все будет видно что могу сказать так это вот у него получается подушки новые поставили до высокие так что резина в таком состоянии ведь сзади все машина закончена можно делать ничего не буду я думаю так что салон показываю я поставил постелил ему такие чехлы сюда вот так вот одели чтобы более-менее хоть красиво было ковер это накидка была у него чехлы новую постели одели хоть более-менее красиво сюда мы оденем ему еще этот ну просто него токан как в резинке в общем так что вот так вот в состоянии салона салон полностью от химчищен так смотрите скелет новый стоит даже вот этих не было поставили поняли вот ветровичков этих ну солнцезащитные эти в общем все друзья все сделали в общем вот такой вот получился автомобиль пускай клиент смотрит что ему нравится не нравится сейчас пока под капотом еще кстати покажу как он получился так что вот так вот под капотом дворники ну вы поставили переделали все так что поставленного моторчика омывателя кстати все новое поставили друзья все что надо все делали фредлайнер вот такого двигатель смотрите под капотом ну все еще вот такой законченный проект пускай клиент смотрит что нравится не нравится говорит будем делать что могу сказать но мне кажется уже делать нечего все сделано супер зайдем дальше не болит самое главное останется мелочи жизни